Почему вообще затеяна эта съемка? Почему мы хотим сделать такой донос для наших будущих клиентов, для просто зрителей? Это было сделано для того, чтобы рассказать про производство, про наш путь, про то, что мы все-таки молодая компания, но очень перспективная и добились уже за эти три года очень больших высот, но нужно это все-таки, конечно, не забывать, потому что опыт, он приходит с годами, да, у нас опыт состоит из трех лет именно нашего производства. Наш, конечно, генеральный директор был в этой отрасли еще совсем давно, начинал с конкурентов, но поскольку конкуренты не могли выполнять те цели и задачи, которые ему были нужны, он принял решение сделать свой продукт, который будет полностью соответствовать его требованиям. С самого начала, в 2015 году было открытие производства, но производством это было, конечно, не назвать. То есть там был гараж 200 квадратных метров, входило туда две лодки, производительность была одна лодка в месяц, ну, самый край две. После этого уже в 2016 году мы перешли совершенно на другой уровень, то есть был, переехали в цех 5000 квадратов. Там уже производство стало выпускать 8 лодок в месяц стабильно и 8 же их продавать. Развитие шло на сегодняшний момент, в 2018 году, с 5000 квадратных метров. У нас уже 13000, то есть это два цеха по 5000 квадратов и один цех 3000 квадратных метров. И еще запустили болотоходы. Мощности сейчас производство производит 18 штук в месяц. Ну, оно работает на 60 процентов. Готовы поднять, если будет нужно, до 26-28 лодок в месяц. Работает нас свыше 150 человек. Когда мы начинали в 2015 году, их было человек 15, край 17. То есть за это время, буквально за три года, все изменилось кардинально. Это было достигнуто только, можно сказать, одним подходом. Здесь не экономят. Здесь, если есть возможность экономить и купить что-то подороже, всегда купят подороже. Это вообще случайно как-то все это сложилось, когда я в 2013 году приехал в Красноярск. Просто хотелось давно переехать в более большой город, детей выучить там. Ну и самому просто уже хотелось вырасти с этого маленького городка. Там я занимался лесной деятельностью. Ну, соответственно, я сюда приехал, как бы, вроде как больше сильно там ничего не знаю. Ну, это дело знаю хорошо. Немножко стал заниматься здесь. Немножко это все позанимался. Всеми этими продажами. Ну, как-то все скучно. В душе я все равно, как бы, рыбак-охотник. И очень много занимался рыбалкой, охотой, просто туризмом. Там куча всяких разных производителей катеров было. Начиная там от аэроглиссера и водометы, и классика Амур. Даже был классический катер российского производства водометный. Называется «Восток». Здесь появилось, как бы, свободного времени. И очень хотелось все-таки исполнить. Была доверена заветная мечта именно про аэролодку, да. Мечта была какая. Были хорошие, красивые водометы, алюминиевые. То есть с комфортом, с уютом, с отопителями, с музыкой. Но водометы не проезжали туда, куда всегда хочется. Проехать хочется всегда туда, где, как говорится, макар-атилет не пас. А в аэролодках, в тех производителях, которые у нас были, честно, там отсутствовал комфорт абсолютно. Мы даже не раз общались с какими-то производителями, чтобы под нас сделали, ну, как бы никто ничего не слышал. То есть есть вот что, что есть, то и берите. Вот такое, как бы, отношение было, да. И тут возникла идея совместить образно, мысленно красивый, уютный, допустим, водометный катер со своим комфортом, со своими, значит, салоном, там, со стеклами, там, стеклозащитными, ну, ветрозащитными панелями. Совместите это с аэролодкой. И мы взялись проектировать. Сначала мы, там, познакомился с одним инженером. Мы долго-долго с ним рисовали, там, я к нему приезжал. У него дома, там, набрасывали, там, всякие разные варианты. Потом, значит, подвернулось, там, небольшое здание, там, по-моему, квадратов 200 или 300, но у меня было, не помню. Не за дорого, там, знакомые в аренду отдали. Значит, мы как-то там приютились, начали что-то воплощать. То есть договорились, там, с одними, которые, там, нарежут алюминий, ну, сами давай клеить ПВХ. Ну, нам была идея жесткий алюминиевый корпус совместить с баллонами ПВХ. То есть, когда у нас днище ПВХ, езжая на какие-то преграды, оно все сглаживает, то есть, и прекрасно все прощает, то есть, любые удары, то есть, ты прекрасно двигаешься дальше. И вот, значит, и любые мели, и преграды, то есть, но с комфортом, хорошего, там, достойного любого катера, там, который полноценный. Собрали мы первый катер, поехали на испытания, никуда у нас там ничего не поехало. Да, была куча-куча, там, всяких ошибок. Ну, долго и упорно этим занимались. Я, наверное, думаю, это было с года полтора, наверное, всех испытаний. Ну, просто и команда вся была в идее. То есть, люди работали там и до 10, и до 11 вечера там. То есть, перерезали, переваривали, переделывали. То есть, бах, опять там, 2-3 дня, опять на воду, опять испытания. И все время вот мы меняли, 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 пока не получили. И глиссирование катера идеальное. То есть, когда глиссирование катера идеального, он и расходует меньше, и скорость больше, и грузоподъемность сразу больше, чем который катер, он пустой, допустим, он не едет там, да. То есть, соответственно, он и с грузом там никуда не поедет. Мы даже один корпус, который переделывали, переделывали, потом мы его просто разрезали и сдали, короче. Ну, смысла нет дальше там было делать, да. Да, проекты все переделывали и как бы начали делать, да. То есть, приехали друзья. Самые первые покупатели – это все друзья. То есть, один захотел, увидел, понравилось. Сделайте мне, ну, сделали. Второй. Я каждый второй я делал себе. Все время хотел оставить себе катер. Ну, то есть, идея-то была мне, все равно для себя все это сделать. И все мне никак не получалось для себя сделать, бесполезно. Пролетел незаметно год, там уже выпустили, там, не знаю, не помню, там, ну, наверное, 50-60 катеров там за первый год, наверное, выпустили. То есть, ни одного катера у меня нету. То есть, не могу, все, то есть, как-то этот спрос пошел, пошел, то есть, все, и как-то мы увлеклись. И я, наверное, сделал себе катер первый, наверное, только, наверное, через два года, наверное. И то на нем немножко поездил. Мы летом поездили, по речкам там полазили. Малабакан на нем прошли. Осенью у меня его выпросили и купили. Опять без катера остался. Вот сейчас уже, спустя уже пять лет, я нынче опять себе катер спроектировал. Все это делать не могу, но думаю, вот, наверное, в июле будет готов. У меня уже все-таки он, который я уже продавать не буду, оставляю для себя. Я воплотил с той идеей, что давным-давно хотел. То есть, катер с полноценной кабиной алюминиевой, со всеми удобствами, с музыкой, со всеми делами, с новым двигателем абсолютно. Вот как-то так все у нас шло. Сейчас что? У нас сейчас производство по квадратуре где-то у нас 6 тысяч квадратов. По людям это порядка 100 человек. По оборудованию, ну, самое различное оборудование. В принципе, на что на сегодняшний день необходимо, у нас все закуплено. То есть, от станка ПВХ, ну, и кончая фрезерами, гибричными, ЧПУшными станками. Ну, и однозначно сварное оборудование у нас все ИСАБовское. Потому что ИСАБ на рынке лучший по сварке алюминия. Поэтому используется только оно. Сегодня мы делаем порядка 15 катеров в месяц. Мы запустили новую серию катера «Охотник». По корпусу у него получается 5,80 длина. Катер хорош, чем легкий в своей длине, со своей мощностью. Мы ему оставили мотор 1УЗ. То есть, на такой легкий вес, 290 лошадей, витяешный мотор. Мотор контрактный. Ну, все моторы подготовлены у нас. Все с гарантией, однозначно. С нашими программами, то есть, прописанными по управлению двигателя. На сегодняшний день это так называемый бюджетный катер. Мы уложились его по цене в 1,6 млн. Да, это самый доступный, я думаю. И задача была сделать катер более простой. То есть, в нем нет никаких отопителей. В нем два сидения. Сзади просто как багажный отсек. То есть, просто. То есть, трудовая такая машинка. Либо для рыбака, там, 2 плюс 1, допустим. Два рыбака, допустим, и какие-то вещи с собой. Или еще с собой. То есть, на троих такое. Катер с легкостью везет, заточит под 800 кг. Но перевозит до тонны 200. Вообще можно увезти тонну 200. То есть, полная загрузка этого катера, тонна 200. Но с легкостью 800 кг мы его запытали. 60-65 он с 800 кг идет. То есть, что и требовалось доказать. От того, что катер легче и короче, соответственно, расход топлива тоже самое упал. Расход у него где-то 50-55 в час. Ну, а так по километражу, наверное, где-то 0,6 до литра в километр. То есть, в зависимости от загрузки катера. На сегодняшний день катера, они визуально как бы одинаковые. Ну, немножко там отличаются сами по себе. На самом деле, сегодня уже там, как ребята у меня считают, там седьмое поколение. То есть, 7 глобальных доработок введено вот в эти катера. Нам еще было очень интересно. И все этим прямо, эта идея болели. Прямо все к этому стремились. Стремились, мы хотели прям достичь максимальной скорости. Ну, прям этим, к этому все шло. Ну, и вот я решил воплотить с того же самого контрактного двигателя. Мы взяли за основу 1УЗ, установили на него две турбины. То есть, разработали программу. Все программы на контрактные моторы управления двигателем, мы сами пишем эти программы все. За все время мы написали 32 программы. То есть, вот сколько по всему, по мелочи, всяких доработок было на сегодняшний день, 32 программы. Вот, и первый двигатель турбированный, поставили мы на север 650-й. Это было, наверное, осенью. Ну, да, уже холодно было. Вот, сразу же этот катер показал по скорости 176 км в час по воде. То есть, это два человека, 100 литров бензина. Это середина Енисея. Ну, специальные люди, в том числе и наш настройщик, который нам программу пишет. Мы его тоже туда высадили. Он маленько сначала упирался, но потом все-таки это, сел, самому было интересно. Мы страховали, значит, с обоих сторон там на двух катерах. Все как бы боялись этого как-то рубежа достичь. Ну, то есть, тут как бы в аэрогрессии еще могу сказать, когда мы, маленько отвлекусь от темы, да, когда мы все это разрабатывали, я в свое время даже выходил на академика Асташова. Они в 80-х годах, у них было бюро разработки, у них, по-моему, тоже назывался Север, этот аэроглиссер. Они разрабатывали его 10 лет. То есть, бюро состоялось 50 человек, 10 лет разработки. Через 10 лет они его спустили на воду, да, он вообще не поехал. То есть, представляете, да, 10 лет потрачено. Я, правда, с ним разговаривал, я его нашел, отыскал в Москве. Он жив-здоров, живет в Москве. Мы очень много с ним общались. Ему было очень интересно. То есть, ну, он прям вообще наблюдал там за нами так, там, мы каждый день с ним переписывались там. И вот он говорит, что после 10 лет, что мы спустили, она вообще не поехала. Тогда мы, говорит, стали, ну, прямо, то есть, в своем же цеху быстро, говорит, то есть, уже просто переделывать. То есть, уже там без всяких там бумаг, там, разработок, углов там. И вот он мне самый первый тогда сказал, что в некоторых вещах, на которые мы смотрим, физика не работает. Вот ты думаешь, сделать надо так, на самом деле это нужно сделать наоборот. Не знаю, говорит, почему там, но есть какие-то там силы, вот у этого движения всего, где, говорит, ну, не так, как мы думаем, что как-то случили. То есть, многие вещи тут делаются наоборот. Вот, и это работает, и по скорости, да, вот что он начал рассказывать. Когда мы, ну, все-таки мы понимали, что мы увеличили мощность, что, ну, никто не знал, какой предел этой скорости, да, ну, понятия не имели, сколько катер пойдет там. Тем более, у нас уже за плечами было там, по-моему, 145 или, ну, что-то такое там, да. То есть, мы понимали, что здесь сделали битурбо, то есть, примерно 500 лошадей. То есть, понимали, какой-то прирост будет бешеный, да. Ну, дальше что будет, как бы, ну, никто не знал. У нас разработчиков нет, там, бюро большого нет, там, аэротрубы нет. Вот. Ну, и вот, когда мы все это испробовали и достигли 176 скорость, на самом деле у нас катер вел идеально. То есть, мы максимально шли на двух катерах где-то, ну, мы страховали, конечно, он у нас быстрее шел. То есть, мы это все видно, сбоку все снималось, смотрелось, как катер идет, то есть, не поднимает ли его там лишнего. То есть, эта сила должна превышать подъемную силу. То есть, если здесь силы будет меньше, тогда подъемная сила начнет задирать катер. То есть, все было в достатке. Вот. Там еще есть такой нюанс, когда с большой скорости разгоняешься до большой скорости, это просто. Но еще не просто, нужно уйти с этой скорости. То есть, когда катер летит на большой скорости, допустим, там больше 140, установка вот давит, получается, поджимает катер. Когда ты сбрасываешь газ, здесь, получается, сила теряется, и катер начинает приподнимать. И то есть, вот это вот движение, ему нужно, прибрал, он еще быстрее идет, получается. Ты опять поддаешь газу, и потом опять прибираешь, то есть, большее количество прибираешь, меньшее поддаешь. И вот таких несколько ступеней ты уходишь на скорость, там, ну, до сотни раз, там по сотне уже все нормально. На сотни можно просто газ бросать, и просто глисер остановится ровно, без всяких там проблем. Достигли эту скорость, как бы, ну, и вроде хорошая скорость, 176, 200 в глазах, что-то неохота было, да и цифра не очень. Вроде как бы на этом успокоились. Ну, это был открытый катер, Север-650-й. Вот, прошел год, значит, недавно, вот буквально в этом, в 18-м году, кабина, катер Север-650-й, только с кабины, с новым мотором, с Шевролетом, 6,2-430 лошадей. Ребята, значит, поехали на испытания. У нас приходят эти спидометры, GPS, они всегда приходят в милях, ну, они же за границей там приходят. Вот, ну, и тут у меня ребята поехали, говорит, едем, говорит, что такое, 100, говорит, больше не едет. Вверх 100, говорит, е-мое, развернулись вниз, ну, 110 кое-как. Ну, что такое, ну, все вроде как бы едет там нормально. Ну, вот, когда они до берега доехали, один из них увидел, что спидометр был в милях. То есть они на катере с кабиной развили, нехотя, вот эту скорость, мы посчитали, 110 миль, это 176 км в час. Все, они там сразу волосы дыба болей, костали, у ребят. Ну, то есть никто не хотел этого, то есть нас на испытаниях там на короткие дали, там 100-110, развернулись, ну, то есть вот так. И с клиентом там больше 100 не ездим никогда, запрещено вообще. То есть если там кто-то настоит конкретно, тогда все одевают амуницию, садятся, то есть конкретно, то есть клиент говорит, да, я хочу там, по-моему, замерил, сделать там скорость такую там. Ну, тогда, да, все подготовились, страховочный катер спустили на второй на воду и, то есть прокатили его. За это мы заведомо проехали, посмотрели, чтобы не было никаких рыбаков там, всего остального. Тихонько, чуть-чуть не победили, да, что тут прежде рекорд. Ну, накатили с кабиной, который гораздо тяжелее, то есть он уже стал, этот СС-650, с кабиной он чуть-чуть стал длиннее, то есть он такой нарядный, но вот так нехотя они прокатили его 110 миль. Запишитесь на тест-драйв, чтобы лично ощутить всю мощь и комфорт аэролодки «Север». «Север» для тех, кто преодолевает любые трудности.